Большинство пользователей социальных сетей видели бой породистых собак, питбуля и алабая. На видео 65-килограммовый питбуль дерется с алабая. Алабай был замечен истекающим кровью на земле. Активисты считают, что организаторы собачьих боев должны быть привлечены к ответственности. Нам сообщили информацию, мы туда приехали, как бы боялись зайти, потому что там собаки опасные. Мы вызвали милицию, милиции приехало очень много, и мы вместе с милицией зашли туда. Человек, Азим его зовут, у него огромный питбуль, 65 килограмм весом. Он в этот день, видимо, тоже победил, и он быстро по разрешению милиции уехал с места происшествия. Остался только алабай, который валялся в снегу, весь окровавленный. Это был такой ринг, на нем висел баннер, что там проходят якобы тестовые испытания. Но в нашей стране это незаконная деятельность. Через буквально 10 дней следователь взял и просто закрыл дело, сообщив то, что он ничего не видел. Но у нас на самом деле есть видео, и на этом видео следователь рядом с окровавленным алабаем. И, в общем, ну еще другие милиционеры именно с этим алабаем рядом. То есть у нас есть вся видеофиксация. Вот в селе Восток здесь идут бои собачьи. Почему милиция не борется с собачьими боями? Просто заявление писали, вообще, но реакции. Все прекрасно знают, что в селе Восток идут бои. Что за беспредел, когда милиция начнет работать? Мы подали в суд на действия следователя. Суд выслушал мнение двух сторон и принял решение, что действия следователя были незаконными и необоснованными. Питбуль, по сути, он не может быть такого размера огромного. Эта собака порядка 45 килограмм. Потом также мы выяснили, что у этого питбуля вообще нет никаких документов. То есть никак не подтверждена его порода. То есть это мутант. Активисты также считают, что владелец питбуля занимается разведением опасной породы собак и ее распространением, что приводит к увеличению количества бродячих собак. Он, когда выигрывает бои, он, значит, делает такую акцию, он сводит там еще с какой-то собакой своего питбуля и продает этих опасных собак просто людям. То есть, ну, пока они щенки, это милые щенки. А у нас в Кыргызстане было очень много случаев, когда собаки загрызали своих хозяев, детей хозяев, нападали на улицы на детей. В частности, я знаю два случая, когда убили двух детей, трех лет и девяти лет. В общем, он распространяет эту опасную породу, по факту, по всей стране. Вообще, все устроители боев, у них это смысл такой, выиграть бой, потом размножить щенков и начать их продавать. Естественно, они не платят ни налогов, ничего, они просто распродают их по городу. И у нас в городе сейчас просто немереное количество опасных пород. Они, причем, не сидят где-то дома на цепи, они просто болтаются по городу. Потому что, если она укусила хозяина, ее выкинули. И сколько людей она по трусе ест, вообще неизвестно. Продолжение следует...